Если мы говорим, например, нарушение регуляции аппетита, то есть вы все прекрасно знаете, что аппетит у нас запускается, это не во рту, аппетит у нас запускается не в желудке, аппетит у нас запускается в голове, да, наша любимая тема. То есть что мы можем сделать, это мелиса, аромат черного перца, лимонграсс, как минимум эти три масла, то есть что мы делаем, черный перец мы можем помазать черным перцем на лимфатические узлы, которые у нас находятся вот здесь. Это остановит слюноотделение, если мы будем думать о каком-то там, о какой-то еде, о каком-то меню, о чем-то еще. Лимонграсс. Лимонграсс вы все прекрасно знаете, что он настолько, настолько свежий, свежий вот этот вот аромат. свежий, лимонный и очень хорошо, если вы, например, его помажете в пупочной впадине, да, пупок помажете. Мелиса. Берем мелису и мажем вот здесь, на вот этих вот запястьях. Все. Если вы попробуете это сделать, когда у вас, например, когда вы входите в сухие дни, в чистые дни, просто в какие-то в минимальные, в дни с минимальным питанием, то буквально вот эти вот три аромата, они вас приведут в такое, в такое бодрствование, вне зависимости от каких-то мыслей. То есть мысли про еду они сразу же отгонят, как достаточно неинтересный фрагмент на данном этапе. И каждое масло, то есть оно же не просто так, почему это масло, почему оно действует вот так, почему у нас идет такое, если мы снаружи поглощаем в определенных точках какой-либо аромат, почему это действует так на тело. Если мы мажем какую-то мышцу, почему у нас раскрывается родовая память. Если мы начинаем употреблять какое-то масло, но масло, например, не эфир, какие-то масла, такие как масло мяты, масло пихты, садовое масло, масло розового перца. Если мы их употребляем внутрь, что происходит? Что происходит, что у нас делает кишечник, когда у нас проходит по ЖКТ? Какие, куда впитывается определенное масло, как оно разгоняется кровью, что происходит с кровью. Оно становится более густое, оно становится более вязкой, оно меняет ли цвет, раскрываются ли капилляры. Если капилляры раскрываются, то в какой части тела они раскрываются при определенном масле, при определенном аромате. И, конечно же, насколько это получится у меня вместить, это всё мы с вами проговорим как раз в этом марафоне, в марафоне Пранафит, где мы будем восстанавливать, только при восстановлении своего физического тела мы сможем объединить своё физическое тело со своим истинным Я, которое не будет вас оттягивать, не будет вас оттягивать в состоянии какого-то недуга, в состоянии болезни, в состоянии неудовлетворённости, в состоянии каких-то депрессивного чувствования всем своим телом, когда вы лежите и не можете встать, когда вы там, не знаю, прибрались, просто прибрали квартиру, и после этого сидите, и просто вот бывает такое, что сидишь с тряпкой и понимаешь, что ну вроде всё, прибрался, можно теперь заняться там чем-то, чем ты хотел, а у тебя даже нет сил пойти и просто положить эту тряпку на место, который ты там дотирал пыль. Когда у вас происходят такие состояния, такие моменты в вашей жизни, это говорит как раз о том, что у вас ваше физическое тело с вашим Я в раздрае, то есть они абсолютно не соприкасаются с друг другом, вы не можете получить удовольствие через ощущение вашего физического тела, вы не можете получить через осознание какую-то информацию, то есть у вас полностью, вот ваша голова отдельно, тело отдельно, и ваша субстанция истинного Я вообще где-то в другом месте. И вот чтобы нам по максимуму мы могли вот это вот всё собрать, то, конечно же, мы будем прорабатывать, проговаривать, какая мышца, какое сухожилие, за какую часть нашего внешнего и внутреннего мира отвечает, что такое почки, что такое предплечье, почему болят плечи, почему начинаете сутулиться, что нужно сделать, то есть сутулиться, да, это дельты, дельты, которые делятся на три пучка, да, вот этих дельт, что ты не можешь взять какую-то информацию с рода, со своего рода, который принадлежит тебе, ты носитель этой информации, ты носитель этого опыта, ты не можешь это взять, как нужно сделать, чтобы развернуть свои дельты, что нужно сделать, какой добавить аромат даже в те же мышцы, не обязательно их нюхать, пробовать или ещё что-то, можно просто растереть, можно просто растереть свои плечики, свои дельты для того, чтобы у вас пошёл тот информационный поток, который дан вам природой. То есть у нас настолько обширное, настолько глобальное, настолько могущественное наше тело и всё, что нас окружает, что нам не хватит, ребят, сто лет, чтобы его изучить. И чтобы его изучать и чтобы наслаждаться им, то нужно его прямо здесь и сейчас начинать уже поддерживать и выводить на другой уровень здоровья.